Петербургская писательница Елена Чижова раскрыла глаза Европе. Русские сами себя морили голодом в окруженной фашистами северной столице, потому что вождь народов ненавидел этот город. Есть хорошая многолетняя либеральная традиция публично испортить воздух накануне Победы. В этот раз сами немцы постеснялись участвовать в мероприятии. Подключили швейцарскую газету «Ной Цурхерцайтнинг». Это авторитетная ежедневная газета, выходящая на немецком языке. Она опубликовала статью петербургской писательницы Елены Чижовой. Уже в подзаголовке автор начинает рубить правду. Ненависть Сталина к городу помогла планам Гитлера. Два монстра-диктатора сыграли трагическую фугу в четыре руки. Я сходу пропустил этот нелогичный бред, потому что если рассматривать Сталина только как властолюбивого тирана, потери Ленинграда колыбели революции, краеугольного камня советского мировосприятия и философии, было бы страшным унижением для страны и власти самого Сталина. Мне было интересно прочитать о блокаде то, чего я не знал. Родители Елены Чижовой были блокадниками и могли сохранить и передать в устной традиции какие-то откровения, нам неизвестные. Но кроме смакования каннибализма я ничего там не нашел. Про каннибализм блокаду известно всем. Он не был повсеместным повальным явлением, но он был. И это только оттеняло человеческое достоинство тех, кто предпочел умереть от голода, но не превратиться в животных. Кто бы объяснил уважаемому эссилисту Елене Чижовой, что даже в европейском обществе есть нормы поведения и реально затубуированные темы. В Италии все про это знают, но вслух не говорят, неприлично. Хотя бы потому, что любой осуждающий не испытал и доли подобных страданий, чтобы порицать такие поступки. Для этого есть бог, высшая последняя инстанция. К концу своего опыса Чижова добирается той любимой европейской мякотки. Полное уравнение Гитлера и Сталина. Зачем? Для европейцев это больная тема. Единственная возможность реабилитироваться. Европа не очень любит вспоминать свое повальное и деятельное участие в Дранг на Хостон. Европа сделала вид, что забыла испанскую голубую дивизию в Колпино, батальон норвежцев-квислинговцев на полковских высотах, легион Фландрия под Красным Бором, полк Данамарк на Волховском фронте, легион Нидерланды. Но мы-то все помним. Цитата. Для Сталина Ленинград был явно ничем иным, как объектом ненависти. Причиной этого, я думаю, была уверенность в себе ленинградцев, их способность мыслить самостоятельно. Они должны быть уничтожены, чтобы усилить богоподобную власть Сталина. Чижова не пишет про дорогу жизни, а пишет про какие-то поезда, которые, как ей кажется, свободно катались в Ленинград и обратно, а продукты в них просто не загружали специально, чтобы уморить ленинградцев голодом. И в конце этого спича у нее получается искомая мысль. Оказывается, цивилизованная Европа не виновата в блокаде. Это сами глупые русские уморили себя голодом в Ленинграде под руководством тирана Сталина, который был совершенный гиллер, но только с красным флагом. Вот это нынешний идеологический тренд в Европе. Я вижу в нем совершенно зловещий знак, особенно на фоне чуть ли не еженедельного, неуклонного подползания НАТО к границам России. Уже цивилизованные немцы из Бундесвера засели в пригранище, в Прибалтике. Правда, говорят, дальше идти пока боятся. Архетипическая память им мешает. Спасибо нашим предкам. Живем пока под мирным небом за счет их лишений, страданий и побед. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok